Вопрос. Какие поклонения разрешены для женщины во время менструального цикла? Когда у женщины месячные, ей запрещены многие вещи. Первое, что запрещено для нее, это молитва. Не дозволено совершать молитву женщине во время месячных единогласно. Также ей единогласно запрещено поститься. Также ей единогласно запрещено во время месячных вступать в близость со своим мужем. Также ей единогласно запрещено совершать обход кабы. Также ей запрещено прикасаться к Корану без преграды. Также ее мужу не дозволено давать ей развод во время месячных. Это некоторые запрещенные для нее вещи. Также запрещено женщине во время месячных, мы упомянули молитву, пост, обход Кабы, прикосновение к Корану, близость с мужем, чтобы он давал ей развод во время месячных. Также с месячными связано то, что срок развода определяется по месячным циклам, так как, когда женщина очистится от третьего месячного цикла, ее аидда заканчивается. Также, с появлением у девочки первых месячных, она становится совершеннолетней по шариату. Это, в общем, то, что связано с месячными циклами женщины. А что вы скажете о том, можно ли ей читать Коран и заучивать его? Она может читать Коран, заучивать его и поминать Аллах, в чем нет никаких проблем. Женщине во время месячных разрешается читать Коран, не прикасаясь к самой книге. Также она может читать его из смартфона или другой аппаратуры. В этом нет проблем. Однако ей не дозволено прикасаться к экземпляру Корана. А если она нуждается в том, чтобы открыть Коран, то она может сделать это через преграду. То есть она может взять какую-нибудь тряпочку или палочку и ими переворачивать страницы. В этом нет проблем. Но во время месячных ей нельзя прикасаться к самому Корану. Хорошо, да воздаст вам Аллах благом и да благословит Он вас. Пусть Он запишет вам награду за это дело.